Приветствую вас. Для начала, с точки зрения психологии, следует сказать вам следующее. Вы со своим мужем, с отцом своих детей, были браки, брак у вас, я так понимаю, был неудачным. Вот, муж пил, и соответственно отношения не сложились. Сейчас у вас отношения тоже складываются не гладко, и с учетом того, что мужчины вас раздражаются, с учетом того, что вы привыкли жить одна, я полагаю, что есть какой-то вот элемент негативного сценария здесь, в том, что вы не можете построить отношения. Не получилось с одним мужчиной, сейчас с вторым, есть проблемы. Так мужчины вас раздражают и прочее. Вот. Сама по себе жесткость характера, и как вы ее описываете, это по большому счету, не подумайте, что я сейчас издеваюсь или смеюсь, это негибкость. То есть что такое негибкость? Категоричность. Категоричность. За категоричностью в свою очередь следует отрицание. Практически всегда. А отрицание – это игнорирование. Игнорирование того, что есть в реальном мире. Игнорирование того, что есть в реальности, то есть на самом деле. Ну, условно говоря. И для вас, Евгения, важно разобраться в себе, в своих психологических интенциях, что привело вас в отношение к мужчине, который пил, пил. У нас сейчас там, это элементы созависимости, да? Если мужчина пьет, да, сейчас вы развелись, да, вы в разводе по своей инициативе. Но по большому счету, те отношения, которые у вас есть сейчас, они тоже зависимы, созависимы, точнее. Вот. И, в общем-то, важно понять, как вы пришли в отношение с тем мужчиной, чтобы было понятно, что происходит сейчас. Дальше. Вот. Я совершенно точно понимаю, что это не так, что это не так. Но выглядит, выглядит всё в таком свете, как будто, начав встречаться с женатым мужчиной, вот, вы как-то забыли о том, что вот, что это, как сказали, грех и прочее. И сейчас, когда его жена прочитала, ну, волчью переписку, вы об этом как бы вспомните. То есть, это несколько странно, на мой взгляд, потому что показывает то, что вы не совсем сознательно действуете. Вот. И у вас есть определённый ряд желаний, в природу которых вы, ну, не сказать, чтобы хорошо понимаете. Да. Ну, например. Например. Вы говорите, что мужчин, мужчин меня раздражает и что я вам слабо могу представить, как вообще, там, кто-то со мной будет жить, к примеру. С другой стороны, говорите вы, что я бы хотел с этим мужчиной засыпать и просыпаться. Вот. Ну, видите ли, какая здесь проблема. Мужчина склонен к самопожертвованию. То есть, у него комплекс вины. Вот. И, если он склонен к самопожертвованию, вы найдёте наш вывод и всегда будете спасать. Так или иначе. И это сделает вашу жизнь за сыном точно не лучше с этим мужчиной. А то и хуже. Потому что у него будет постоянно чувство вины по отношению к своим детям. Вот. И это не даст вам возможности спокойно быть в отношениях. То есть, нет. Нет. Вы поймите. Любовь к детям это неплохо. И его конфликт между, его конфликт с супругой тоже вполне естественный. Но, если человек себя винит, а он себя винит, раз склонен к самопожертвованию, то это означает, что сам себе человек не принадлежит. Если человек сам себе не принадлежит, вы не будете чувствовать себя с ним хорошо. Полноценным. Вот. Ну и, конечно же, присутствует с вашей стороны стыд за то, что происходит. То есть, вам стыдно, вы стыдитесь. Это определённое противоречит, определённое обесценивание. Вот. Это у него очень новое. Не сложилось, так же как у вас, но обязательно нужны причины. По которым не сложилось, потому что эти же самые обстоятельства могут стать основаниями уже для ваших проблем. Вот. У него жена не ладить, но они вот решили остаться ради детей. Вот. И это тоже самопожертвование. А любая жертвенность, она предполагает наличие спасателя, спасителя. С кем, в общем-то, вас, судя по всему, мужчина видит спасителем своим. Вот. Мы вам бы здесь почитать про треугольных Карпмана. Вот. Попробненько его изучить. И... Потом уже можем будет говорить о чём-то. Потом уже можем будет говорить о помощи вам. Вот. Дальше разобраться, разобраться со своими желаниями. Вот. Принять их. Следующим пунктом мне видится какое-то такое отхождение, может быть, от той категоричной категоричности, которая у вас имеет место быть, потому что абсолютно ничего хорошего. Изменить его не получится для нас. Вот. Дальше выход из треугольника Карпмана. Вот. И, в общем-то, далее уже будет более-менее видно, куда двигаться, ну, куда двигаться вам дальше. Вот. В любом случае, ответ на ваш вопрос о цель, как есть у людей само, и это ответ на... это вопрос, на который вам само нужно наш ответ, да? Вы сможете это сделать, например, к примеру, после психотерапии тоже. Вот. Но не раньше. Вот. Ну, давайте вам такой прямой совет, мне кажется, хорошая идея, если честно. Дальше. Значит. Любовный треугольник. Хотя любовница, возвращаем из три года, из них отношения минимум всегда очень ярко. Ну, здесь чувствуется, знаете, какая-то отстраненность от того, что между вами происходит, да? Любовница, ну, опять же, по общему правилу, женщина, да и мужчина, вступающая в такого рода связи, имеют проблемы, к сожалению, с самооценкой, в первую очередь, потому что вы вступаете в отношения с... с мужчиной, да, который, в общем и целом, вам, ну, к сожалению, не принадлежит, а если вы выступаете, ну, который, да, не то, что не принадлежит, который не свободен. Если вы выступаете в отношениях с таким человеком, то почти видно, что вы будете не единственной женщиной в его жизни, а раз так, то вы на это соглашаетесь. Это вот уже образ, потом, как бы, для чего вы соглашаетесь, тогда тут. Любить, да, любить можно без слов, любить, там, стараться сделать счастливым человека, это можно, да, но не вступать в отношениях, в отношениях. Ежедневное общение и даже ежечасная, в основном, переписка, мои попытки выйти в отношения многократные. Ну, попытки выйти в отношения, как вам сказать, что вообще такое отношение? Об этом так много говорят, да, но что такое отношение? Вот, я серьезно говорю, я не шучу, не разум, кренусь вам, что такое отношение? Вот, я знаю, что есть, допустим, люди, есть люди, да, и можно, там, что-то делать, к примеру, для людей может. Но отношения, попытки выйти из отношений, из отношений, если вы чего-то хотите для человека, если вы чего-то для него хотите именно. Ну, как-то очень странно представить себе, что вы можете выйти из этого, то есть представить, хотеть что-то для человека, либо вы что-то хотите для себя. И тоже, да, странно, что вы выйдете из отношений, и из отношений, и представить, хотеть, опять же, что-то для себя, да. То есть, ну, странно, это выглядит странно, по меньшей мере это выглядит странно. То есть эта позиция, мне кажется, вот, она в корне, ну, в корне неверная, эта позиция, да, то есть она такая очень, эм, ну, она такая стереотипная. Я многократно пыталась, но у меня, у меня не получилось. Вот, то есть, языка-запросто, такая, такая, а что именно не получилось? Да, ну, вот, что конкретно не получилось, если пытаетесь, пыталась. Вот, это я сейчас, опять же, без обвинений вам говорю. Я его люблю, а меня тоже, ну, я бы хотел, конечно, рассмотреть, что вы понимаете про любовь, да, и вообще, как-то вот определить, потому что, что вы пишите, это не совсем про любовь. Я свободная двое детей, я жена двое детей, познакомились, когда они разводились и не жили вместе, потом у них родилась дочь. Ну, вот это, ну, довольно странно, познакомились, когда они разводились, потом у них родилась дочь. То есть, ну, согласитесь, в разводе что-то странное произошло. Потому что там не все обычно, в разводе дети не появляются. Здесь появилось, значит, что же там было? Что-то там было такое, что, ну, не надо. Что людей удержало, вероятно. Мы какое-то время не общались, у него, у него у меня жесткие характеры, что это значит. Понимаем друг друга, как есть, это главное общие между нами. Но этого общего очень мало, Евгения, потому что, на одном этом общем, как бы не уехать. Далеко. Мягко говоря. Вот. У нас не общие интересы, у нас не общие взяли, у нас не общие дела, вот всякое такое. Вот. А то, что, ну, вот, то, что вы говорите, это не совсем общее называемое. Мы похожи? Да, мы похожи. Похожи. Похожесть и общность. Это вещи все-таки немножко разные. Немножко. Так. Значит, я, я основал разводу по своей анициативе. Мы спим, где-то мило, периодически не хватает. Общаясь на резко, я не запрещал. А должны запрещать? А можете запрещать? Вчера, вчера ночью получила поток оформления, оказалась переписку про святого жена. Она не говорила, что она в курсе моего святого, не договорились ничего менять из-за детей. Ну, вы, вот, поверили в то, что она, его жена, способны принять вас, любовницей. Ну, не знаю, мне кажется, это наивно, что ли, здесь вот. То есть, то, как я вас чувствую, то, как я вас вижу. Вот. Ну, для такого человека это наивно. Ну, вот. Сейчас, мне кажется, вы хотели в это веру, скорее. Так. Они отдельно. А! Они договорились ничего не менять из-за детей. Ну, это вот снова, да? Такая жертвенная позиция. Вот. Вот. Такая жертвенная позиция из-за детей. Ничего не менять. Вот. А детям, чтобы так вот лучше. Ну. Вы сами. Мама. Поэтому, я предлагаю можете себе представить, что это наше саду. То есть. Какая-то чушь. Так. Эээ. Они отдельно едят в отпуск. Он более 50% времени научивает на даче. Строит её своими руками. Домой не тянет. Сейчас её утепляют, чтобы жить зимой. А для кого он стоит? Для себя? Ммм. Непонятно. Он не пьёт, не курит. Хорошо финансово обеспечен. Нет чего-то такого, что он не умеет. Ммм. Ну, это вы к чему? Это вы к тому, что сразу сравниваете других мужчин с ним? И что он для вас идеал мужчина? Или... Или... Что это? Вы к чему? К чему? К чему вот вы про него говорите? Это всё. Так. Значит. Эээ. Мы не разговаривали о том, что он может жить у меня. Он признался ранее, что детей бросить не может. Так. Почему не говорили, что он может жить у вас? Если он признался, что детей бросить не может, о каких дальнейших отношениях и дистрических, что он понимает под бросанием своих детей. Возможно, все динатые мужчины так говорят, но меня идут сразу. Ну, здесь какое-то обобщение идёт у вас. Опять же. И я так привыкла одна, что любой мужчина в моём доме меня разращивает. Сложно представить, кто-то будет жить рядом. Но это вопрос, скорее, про личные границы. Про то, что сложно вам как-то вот с, ну, с людьми, с мужчинами. Сложно устраивать вам такие близкие отношения. Вот. Ну, это, конечно, в некоторой степени, там, проблема. Ну, в некоторой степени, это проблема. Потому что вам с любым человеком будет трудно и, ну, в общем-то, и не только с вашим мужем, да, но и... Ну, то есть, тут вот... Эм... Такой момент. Эм... Ну, 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 на мой, на мой взгляд. На мой взгляд, такой момент. Вот. Это то, что я могу вам сказать здесь. Дальше. Так, я, если задуматься мне это нехорошо, я бы хотел как-нибудь быть специально, осуществлять, что нужна и желанна без слов. Но вот это к любви отношения как бы не имеет. То, что вы описываете, к любви отношения не имеют. Имеет отношение к тому, что вам хочется. Имеет отношение к тому, что вам нужно. Да. Это безусловно. Безусловно это все так. Но это не имеет отношение к любви. То есть здесь речь идёт не совсем про любовь. Здесь речь идёт именно о том, что вам нужно. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. Именно вот в чем вынуждается. А этот человек в чем вынуждается про любовь, как таковую речь в жизни. Имеет отношение идёт. Дальше. Он склонен к жертвам не в стопы. Ради работы он не стал двое суток. Учитывая скандал дома, они обычно начинают трое суток. Так. Ну, здесь вы сам видите, что вы начинаете начинаете выходить его. Я имею в виду своего мужчину. Вы начинаете что делать? Да. Вы начинаете его спасать. Вы начинаете его спасать. Вы его спасаете. И, в общем-то, да, как бы, вам придётся, вероятно, это делать очень долго. Вам придётся, вероятно, это делать постоянно. Если вы связываетесь свою жизнь с этим мужчиной, да, если вы хотите связать с ним свою жизнь, вам придётся постоянно вот о нём так беспокоиться, чтобы выступать таким своего рода спасительным родителям. С женой разговаривает давно и сразу замужем за мужчину, с которым она встречалась в районе, и мужчина думает, он не ваш мужчина. Простите Евгения, но он не ваш мужчина. Даже если бы вы были женаты, он не ваш мужчина. Ваших мужчин не существует, люди это не вещи. Думаю, что его жена любит бывшего до сих пор, так как даже подарки на 22-го она дарит одинаково. Час общается, возможно, есть какая-то связь. Ну, опять же, во-первых, с одной стороны, у меня такое ощущение, что вы пытаетесь это как-то просто оправдать, оправдать то, что вот вы любовница. Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, ну, понимаете, даже если это всё так, то опять же, это вопрос к самооценке мужчин, что вот это всё его не остановило, например, от того, да, чтобы продолжать отношения. Вот. Вот как бы и всё. То есть, о чём тут ещё можно говорить. Ну, о чём ещё можно здесь говорить. Ну, вот о чём. Понимаете? О-о. То есть, тут вы, опять же, немножко, ну, немножко о другом говорите. Немножко о другом. Любовник мой сходил вот на определенные силы, очень сильный физический аморан. Ну, опять же, я по-жарту понял. Год назад сюда попал в аваре, очень добродал, долго не ходил, много времени с ним проводил, на руках на прогулке катал на санках. Ну, опять же, в них вы видите невероятность, вероятность и возможность для защиты от себя от себя. То есть, вы чувствуете, что вас могут защитить. Вы чувствуете, что мужчина может вас защитить. Ну, вы, собственно, боитесь быть слабы. Так, сегодня после нашего скандала извинился за слова члены. Не успел много написать. Заблокировал контакт. А зачем заблокировали контакт? Наверное, они будут общаться сейчас после рабочего дня. И что вы это к чему? Мы планировали купить тур в декабре. Каждый платит за себя. Я думаю, к чему? Что каждый платит за себя, да? То есть, что вы поймете, что вы не можете быть слабы. Раз, планировали купить тур, а как же, жена или жена? Ну, знаете, какая-то вот такая, да? Непроясненность, что ли? Надеюсь, все процессы присутствуют. Так, сегодня, когда я предположил, что ничего не получится, он сказал, что большая вероятность разбора и возможно мы поедем. Но это мужчина не развелся, не разведется, как правило. Так, до этого я пытался расстаться, но мы мало общались. Две недели специально, это была просто пытка. А это вот уже, оно же не пролилось, это скорее про зависимость вашего от него. В последних сообщениях он писал, что меня никуда не отпустят, что жить без меня не может, но читали об отпуске. Уже она это и прочитала. Ну, опять же, да, речь сидит не о любви, как вы видите, а о том, что вынуждает. И он, и он, и он, вынуждается, если я этого не отрицаю, и вынуждает, столь. А, представляю, какие больно, мне так жало. Что именно? Я не знаю, что делать, что делать, чтобы что? Да, только вы можете выбрать, оставить, как есть, или самой уйти. Ну, куда вы уйдете? Если уйти, то надо как минимум разобраться в себе. Куда вы уйдете? От своих желаний выйдете? Ряд ли, куда-то. Я понимаю, что такие отношения, это грех и деструктивно. Вы верующие? Придал встречаться с другими, но постоянно сравнивать с ними в лучшую сторону. А почему вы сравниваете его? Я его люблю и принимаю. Насчет принятия, я вам верю, поскольку, поскольку, а вот насчет любви, боюсь, что нет. Лишь ваш текст, это опровержение того, что вы его любите. Иногда, в случае логичности, пытаюсь расстаться. Так понимаешь, что счастливее не становлюсь в путь подобных отношений. Это правда? Это правда, но есть момент в том, что, еще раз, вы нуждаемы. Нуждаемы. Это у нас не получается. Рассат и не получится, пока не разберетесь. Себе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok